Представители украинского бизнеса продолжают вносить существенный вклад в развитие человеческого капитала. Частная компания инвестировала 50 миллионов долларов в строительство первого инновационного парка в Киеве. Аида Хадырбай рассказывает. Инновационный образовательный парк в Киеве построили в 2017 году. Сегодня здесь работают около 2000 украинцев и сотни иностранных компаний. А более тысячи студентов изучают различные способы обработки цифровой информации в сфере технической безопасности, веб-разработки и мобильных приложений. Здесь нет учителей, декана или ректора и даже расписания занятий, потому что весь учебный процесс цифровизирован. Сегодня мы строим парк высокотехнологий. Мы строим как город. Этот город связан только с новациями. И если там, где есть новации, там должно быть много образования. Поэтому, если мы берем, например, Силиконовую долину, там есть Стэнфорд. Мы нашли школу 42. Я считаю, что очень современная, очень инновационная школа. Эта школа будет сама по себе образовывать тысячи-тысячи талантливых молодых украинцев, которые потом создают свои компании и будут как и сами продвигать экономику страны, так и будут зарабатывать. На сегодня мы вложили 50 миллионов долларов и рассчитываем в ближайший год-полтора вложить еще 50 миллионов долларов, а инвестировать. Сегодня на территории инновационного парка сдан в эксплуатацию еще один учебный кампус площадью 16 тысяч квадратных метров. Ну а полностью инновационный парк будет завершен к 2025 году. В течение шести лет в Юнит-Сити будет создано около 500 компаний и 15 тысяч новых рабочих мест. Через семь лет у нас будет полмиллиона квадратных метров, у нас будет на территории 30 тысяч человек-резидентов, у нас будет более 20 тысяч гостей каждый день. 50 тысяч человек будет находиться на территории, учиться, работать, заниматься инновациями, жить, заниматься спортом, участвовать в культурных мероприятиях. И все делать для того, чтобы развивать инновации в Украине и делать самый крупный инновационный центр в Европе. В прошлом году шесть казахстанских школьников приобрели опыт и знания в Юнит-Сити Инновацион Парк. В будущем планируется, что они продолжат обучение в США и Европе. Василий Хмельницкий, основатель и главный инвестор инновационного парка, возлагает большие надежды на казахстанскую молодежь. Во-первых, очень талантливые молодые ребята, очень хорошо, ответственно учились. И даже я знаю, по-моему, пару студентов поедут работать в Америку доучив. И сказав, может выйти не один Стив Джобс. Самое главное, чтобы они учились очень эффективно в современной методике. Еще одно из преимуществ инновационного парка в Киеве, начав обучение здесь, продолжить учебу можно за рубежом.